ребят всем привет добро пожаловать на мой канал снова с вами юля прел и сегодня мы будем с вами тестировать новую коллекцию от бюджетного бренда эльф их новая коллекция называется ретро парадайз или ретро рай была создана совместно с очень многими инфлюнсерами что как мне кажется сделала эту коллекцию очень привлекающей ваше внимание стоимость их полной коллекции составляет если вы вдруг захотите купить около 13 тысяч рублей что вообще не дешево учитывая что это далеко не люксовый бренд но для именно вас дорогие мои подписчики я решила собрать всю коллекцию чтобы показать вам как это все смотрится и вообще работает и не забудьте взять какой-нибудь снег а также подписаться на мой канал это будет очень приятно но если вы готовы погрузиться в мир красоты тогда поехали и начнем мы сегодняшний макияж именно с макияжа глаз смотря на эту палетку очень хочется отметить что здесь очень хорошая подборка именно нюдовых оттенках в этой палетке мы имеем 18 разных оттенков 5 из которых всего лишь шиммер и все остальные же это матовые оттенки нюдовые так сказать ну за исключением наверное вот вот этого вот ряда где более или менее все очень ярко я не совсем знакома с тенями от эльф однако что я могу точно сказать это то что они немножко пыльноватый делая вот через своей руке я также обнаружила что эти тени могут быть немного рыхлыми хотя в принципе за эту цену 14 долларов вы можете ожидать от теней такое потому как обычно недорогие тени они именно так себя и ведут к сожалению и эти тени мы будем наносить при помощи набора кисточек от эльф которые также из этой коллекции здесь у нас 5 кисточек и это стоит 20 долларов что в принципе очень даже неплохо и вот так выглядят наши кисточки от эльф нереальный дизайн очень красивый такой нежно-розовый цвет однако я не думаю что какая-то из этих кисточек подойдет на растушевку на поэтому я возьму другую кисточку от эльф который я уже пользуюсь давно и она мне нравится что начнем мы именно с нашего красивого розового или лилового цвета мы сделаем небольшую растушевку и потом добавим более таких ярких оттенков шиммеров чтобы сделать наш образ более летним и немножко даже и кавайским чуть не забыла я уже сделала брови своим карандашом отель специально купила его для этого видео обычный карандаш он в оттенке taupe он не самый идеальный карандаш в плане именно растушевки по бровям для этого красивого лилового цвета который называется тропикана я буду использовать кисточку от эльф она немножко лучше способна сделать растушевку и на моих веках уже кстати говоря есть праймер оттенок очень красивый очень хорошо перекрывает ваши века он достаточно нежно смотрится на ваших веках нет этой знаете кричащий яркости оттенка что очень круто и дальше мы возьмем такую плоскую кисточку из этого набора и нанесем оттенок диско по всему веку и как известно такие оттенки они очень капризно смотрятся на веках особенно если вы не будете их спрей чем-то например спреем для закрепления макияжа чтобы блеск этот был более чтобы блески более красиво легли скажем так и сначала мы попробуем нанести это без спрея почему-то я не вижу никаких блесток нужно обязательно использовать какой-то спрей чтобы и блестки были более заметны другое дело совершенно по-другому начало все это смотреться блестки проявляются все замечательно следующий оттенок который я хочу использовать это оттенок си солд он такой же капризный у него также много очень крупных блесток именно поэтому я сначала наберу оттенок на ту же самую кисточку и потом я нанесу спрей на эту кисточку и я хочу сделать вот такое движение чтобы сделать этот оттенок прямо до конца глаза и я хочу нанести это в уголки глаз для большей яркости этот оттенок очень потом он прям нереально пудровый поэтому без спрейнга он этот оттенок не будет таким красивым каким он кажется в палетке самой если вы хотите использовать оттенок си солд который самый красивый белый такой серебристый наверное даже вам нужно обязательно использовать спрей и на левом глазу мы будем использовать все то же самое только я хочу сначала использовать не кисточку не спрей а просто свой палец потому что пальцы тоже наши лучшие друзья в макияже вообще не пигментированный ни разу не как на этом глазу то есть обязательно нужно это спрейить и я закончила со своими ресничками и нанесением лайнера я использовала кстати говоря реснички от эльф и вы знаете они слишком артистичные для меня то есть когда я видела упаковку эту написано что реснички придают колоссальный объем и очень они длинны поэтому не для повседневной носки вот сто процентов насчет лайнера лайнер мне очень понравился знаете удивлена качеством этого лайнера он стоил долларов может быть пять или шесть и для этой цены он очень хорош на таком же уровне на каком наверное нюкс лайнеры потому что у нюкса лайнеры они достаточно хорошие я хочу нанести один из этих продуктов который называется жидкие тени блестящие естественно и здесь три очень интересных оттеночка и они все очень классно выглядят на самом деле прям даже не знаешь какой выбрать но так как у нас макияж именно в более таких лиловых оттенках сегодня я думаю что что-нибудь мы сделаем именно с серебристым оттенком потому что он будет лучше всего подходить хорошо сводчатся они очень пигментированы также тени прям очень малютки они очень маленькие и в них у нас 3 миллилитра теней не уверена новые ли это оттенки или это старый но в новой упаковке однако сводчи просто волшебно выглядят сейчас мы будем использовать один из этих оттенков на наших глазах и я думаю что оттенок который называется dancing queen и мы будем использовать его прям поверх нашего лайнера я беру кисточку обычно с амазона заказывала набора очень недорогая я сделаю это на камеру возможно не будет такого супер эффекта но ну что ребят я нанесла этот глиттер поверх моего лайнера и хочу сказать точно что эффект блесток он виден а возможно вам он не виден я это пойму но если вы посмотрите вблизи он определенно виден блестки кстати говоря достаточно насыщенный что давайте теперь начнем уход за нашим лицом у эльф в их коллекции ретро парадайз вышло масло праймер то есть вы наносите это масло поверх вашего макияжа и оно способно очень хорошо увлажнять и подготавливать вашу кожу к нанесению следующего шага очень такая миниатюрная минималистичная упаковка в стиле как раз таки этой коллекции что давайте нанесем его на наше лицо и посмотрим так ли оно вообще работает как пишет производитель но она прям такое жидковатое очень приятно ощущается масло чувствуется что постепенно впитывается в кожу и если у вас комбинированная кожа то возможно лучше наносить даже одной капли одной капли хватит и на лоб я бы не очень много наносила потому что это та зона которая имеет тенденцию жирница и наш следующий шаг это будет нанесение тонального крема у меня тональный крем от эльфа тоже их серия flawless satin foundation средний уровень покрытия будем использовать этот крем тональный вместе с их новыми спонжами не уверена что это их самые новые спонжи это скорее всего их старые спонжи но они сделаны именно под эту коллекцию также в качестве консилера мы будем использовать а консилер от эльф их hydrating camo concealer satin finish напоминает очень сильно shape tape от Tarte видите я уже тут растушевываю сам продукт в принципе оттенок очень даже неплохо как оказалось я выбрала не понимаю либо это спонж пахнет либо это крем очень приятный запах могу сказать точно что крем идеально лег на глаза мы будем использовать наш консилер от эльф используем этот спонж специально для нанесения под глаза консилера и дальше я хочу нанести бронзер и все составляющие сегодняшнего нашего макияжа я буду использовать вот такие прелестные кисточки из нашего набора ретро парадайз их новой коллекции нет ни слова о бронзерах даже румянах что печально потому что было бы здорово чтобы что-то было в таком же стиле как допустим это палетка и поэтому я приобрела их абсолютно обычную коллекцию бронзера и румян здесь у нас 4 оттенка румян и здесь у нас также 4 разных оттенка для бронзинга я думаю какой нам оттенок лучше всего взять для этой цели мне кажется что лучше всего это может быть даже смешать что-то хотя знаете что вот этот оттенок который называется такой с блестками и да он пигментированный очень сильно либо эта кисточка сама которая дает такую большую пигментацию бешеную бы сказала либо это сам оттенок такой пигментированный чрезмерно я хочу использовать свою кисточку от reality knicks и попробовать все таки этот блестящий оттенок почему первый раз использование румян от эльф я не знаю я не знаю что я думаю о них потому как либо это они такие супер пигментированные либо это кисточки но мне кажется это сами румяна дальше перейдем к нанесению бронзера любимая часть мне кажется любой девушки здесь у нас имеются достаточно холодные оттенки что-то будет хорошо в плане вот такого смешанным с этим он невероятно крошится в принципе бронзер он очень даже хорош очень хорошо растушевывается и он дает хороший такой цвет у них вышло два вот таких интересных цвета хайлайтера один из них более такой розовато золотистый другой интересный серебристый пробуем именно с этого серебристого хайлайтера потому что почему-то к нему тянутся руки знаете что когда вы свочите этот хайлайтер он превращается у вас на руках в золотистый цвет никакой не серебристый они пахнут как фрукты но больше как какая-то фруктовая жвачка что-то вроде того очень приятный запах кстати говоря и я буду использовать хайлайтер в оттенке sol и свою кисточку с алиэкспресса которая сделана из козы какой приятный блеск он не слишком вызывающе выглядит очень подойдет кстати говоря даже на день почему нет мы закончим наш образ с использованием последнего оттенка из нашей палетки а мы положим этот оттенок прямо в уголки нашего глаза чтобы сделать наш образ блестящим потому что лето это пора когда хочется блистать и даже без повода мы возьмем оттенок си солд и этот оттенок прикольно выглядит в самой палетки однако когда вы используете его на глазах он невероятно крошится и это очень чувствуется и заметно дальше мы попробуем этот невероятный зеленый или даже салатовый оттенок который так и просится попробовать его я очень долгое время смотрела на него и думала когда же попробую этот оттенок он называется баджа мар и нанесем мы его прямо под нашу ресничку я буду использовать кисточку из нашего сегодняшнего набора этот оттенок достаточно миловой то есть у него почти нет пигмента и он очень сильно крошится у этих двух оттенок абсолютно разные качества этот очень класс этот же неудачный оттенок как мне кажется из этой палетки решила смешать два оттенка спайс и тропикана лиловый и красный как мне кажется тогда у нас получится идеальный фиолетовый оттенок возможно возможно и нет потому что все оттенки нереально сильно крошатся я закончила со своим макияжем глаз официально я очень ждала этого момента потому что у эльфа вышло очень много продуктов для губ в этой их новой коллекции и так у нас здесь есть четыре разных оттенка для губ я специально их купила все чтобы потестировать их для вас дорогие мои подписчики и здесь есть чем поиграть их набор который очень шикарный как мне кажется и здесь у нас имеется не только блеск но и четыре разных карандаша чтобы подводить губы сначала мы попробуем их lip gloss который называется dream on lip gloss они вышли в четырех оттенках и оттенки достаточно тоже интересные давайте начнем с их коллекции блесков который называется dream on lip gloss пахнет очень фруктово простое нанесение очень много пигмента и он приятно ощущается на губах невероятно приятно ничем его не испортить то есть он просто даже хорош сам по себе на самом деле мне очень нравится я прям в шоке от того что у эльфа может быть такое качество и я реально восхищение попробовать этот синий блеск который называется electric lemonade пахнет он тоже очень приятно не такой фруктовый как предыдущий цвет достаточно все-таки специфический для повседневной носки скажем так возможно если нанести этот блеск в центр вашей помады то это будет очень хорошее сочетание он не совсем прозрачный у него имеется этот какой-то синеватый потон что-то не очень натуральное то есть на каждодневное я бы его не носила следующий продукт в оттенке strawberry daiquiri или клубничный daiquiri они все примерно пахнут плюс-минус одинаково посмотрите на этот цвет мне очень нравится как сидит эта помада она не такая прозрачная как были две наших предыдущих очень такая достаточно плотная не то что плотная текстура он хорошо покрывает ваши губы идеальный блеск для того чтобы нанести его поверх вашей помады и он также очень универсальный то есть под любой образ повседневные либо даже на вечер это просто идеально и последний блеск который мы сегодня будем использовать из их коллекции блесков это блеск который называется a moment или момент это прям блеск который супер прозрачный он очень хорошо будет смотреться как просто у вас на губах так и поверх вашей любимой помады прикольные у него блестки то есть не только он прозрачный у него имеются еще и такие маленькие блестки в нем самом мне очень нравится а следующий их продукт это вот такой сет который состоит из блеска и четырех разных карандашей наборе за 10 долларов мы получаем с вами идеальное количество карандашей и также блеск то есть это точно такой же оттенок который мы только что с вами тестили самый последний мне уже нравится формула она просто шикарно и я буду использовать карандаш в оттенке nude 01 который такой цвет пыльной розы очень классная формула очень легко наносится и без проблем дальше я буду использовать оттенок nude 03 более темный чтобы сделать мои губы более такими объемными и хотя не при так большие дальше немножко я добавлю этого розового оттенка посмотреть как он вообще работает этот оттенок не супер прям яркий он достаточно приглушенный то есть это не прям воу розовый розовый нет и дальше я буду использовать блеск в оттенке a moment который шел вместе с этим набором мне понравилось как эти карандаши вообще раскрываются на губах а бомбическая формула очень классный пигмент и за эту цену прям вообще must have мне кажется на лет дальше последняя наша новинка из коллекции эльф ретро парадайз это вот такие мисты для блеска кожи они вышли в двух оттенках один из них более света другой темный оттенки санкист и это у нас оттенок golden hour то есть золотой час эти мисты идут вместе с кисточкой которая стоит 10 долларов невероятно мягкая кисточка очень приятно до нее дотрагиваться и начнем с более светлого места естественно я нанесу просто его на эту часть на эту сторону вау какой классный цвет поэтому специально я делаю это платье чтобы было легче наносить эти мисты какой шикарный цвет позже мой он невероятно вкусно пахнет и здесь нет огромных каких-то блестра которые будут смотреться непонятно неприятно а это очень естественный финиш другой оттенок более темный который у нас в оттенке golden our очень бронзовый оттенок даже не знаю как она мне будет смотреться потому что не такая все-таки загорелая да он такой прям супер близь золотой блестящий надеюсь вы видите ребят как выглядит эти два разных оттенка я считаю что этот оттенок конечно же гораздо больше подходит мне тогда как золотистый будет хорош более для загорелых людей ну что ребят вот и подошел наш обзор коллекции retro paradise от эльф концу и сейчас я хочу вам подвести итоги о том что мне понравилось а что не очень понравилось и начнем мы с того что мне понравилось мне понравилась коллекция их лип кита я считаю что эти лип лайнеры они недорогие и они реально дают очень хороший пигмент и это факт к тому же вы получаете не только 4 этих лайнера но и блеск мне очень понравились блески я прям в шоке от качества от того как они сидят на губах они не липкие они очень дают хороший пигмент они очень повседневные однако цвет вот этот вот и он немножко странный он не такой прям для повседневной носки потому как у вас есть этот определенный синий какой-то потом на губах этот цвет явно не мой вайб хотя кто знает возможно как-нибудь я пойму что это мой цвет мне невероятно понравились эти мисты вернее место это даже как мусы для блеска тела они просто невероятно пигментированы то есть не очень пигментированы они в меру пигментированы и они дают очень хороший естественный блеск если бы я выбирала из двух цветов я выбрала конечно этот лайтовый цвет он более для загорелых людей я не такая загорелая поэтому я не буду им пользоваться я купила и на самом деле просто для обзора потому что я хотела показать вам как два эти оттенка по-разному смотрится невероятно понравилась кисточка за 10 долларов это просто шикарное предложение на самом деле она очень приятна на ощупь она приятного кораллового цвета и она делает свою работу мне понравился набор кистей от эльфа я считаю что это очень хороший очень хорошая покупка особенно кисть которая для бронзинга она просто выштамповывает вам эту линию бронзинга и никаких усилий не понадобится сверхсильных эта кисть она будет идеально для нанесения пудры сто процентов не для румян а ну а эти такие простые кисточки для просто теней они очень базовый но они очень милый посмотрите сами этот цвет он просто потрясающий набор спонжей он очень классно если у вас уже есть спонжи от эльфа то эти вам не нужны в принципе хотя если у вас нет такого маленького спонжика то он очень вас будет спасать когда вы будете делать макияж и глаз особенно вот здесь вот мне очень понравился набор этих теней от эльф это жидкие тени они очень милые они очень маленькие очень приятные оттенки дальше мне показалось интересным текстура этого масла праймера он невероятно вкусно пахнет он делать свою работу и я не видела никакого проступления жира на моей кожи за все время съемки дальше крем от эльф в оттенке natural это не супер матовый это именно натуральный финиш мне она понравилась я считаю что за эту цену сколько 6 или 8 долларов это очень хорошая основа то есть я не увидела никаких плохих моментов я не увидела что она не растушевывается она отлично легла на мою кожу и я довольна палетка самой главной героиней нашей сегодняшней программы с ней сложно работать с ней нужно знать как работать вам нужно реально подловчиться вам нужно уметь работать с такими рыхлыми цветами потому как ну не каждый раз когда вы допустим собираетесь куда-то выйти погулять да вы захотите возиться прыскать вашу кисточку спреем чтобы оттенок лег идеально понимаете о чем я говорю есть столько много разных других брендов где тени прям вас слушаются я уверена что здесь можно поиграться с постельными оттенками но учитывая что даже этот красный он немножко такой рыхловато но не как зеленый а вот про глиттеры я вообще молчу потому что с ними реально очень сложно добиться эффекта без опрыскивания кисточки спреем для макияжа поэтому с палеткой я не знаю но я буду ей пользоваться продолжать смотреть как она будет себя вести две палетки которые я приобрела специально для этого выпуска палетки с румяными нет ничего такого супер необычного это обычная базовая не очень дорогая палетка как-то я не знаю я не поняла ее все оттенки они очень очень пигментированы и не зря потому что в отзывах я видела что этой палетки ставят четыре звезды всего лишь из пяти поэтому к сожалению я не могу сказать что эта палетка оправдала мои ожидания дальше перейдем к бронзеру бронзеры как я считаю он неплохой он не как-то не делает ваше лицо супер кирпичного цвета мне не очень наверное понятно формула этого бронзера после допустим использования там люксовых бронзеров с хороших поэтому а я не знаю я буду пытаться и пользоваться но я не могу сказать что это будет моя самая любимая палетка из бюджетной косметики мне понравились эти хайлайтеры я считаю что у них достаточно хорошая формула и они не очень сильно блестящий но дают вам хороший ненавязчивый блеск то что идеально на лето вот такой вот у нас сегодня был обзор на новую коллекцию эльф ретро парадайз а вы думаете ли покупать эту коллекцию или вы все-таки планируете пропустить это мне будет очень приятно если вы напишите в комментариях что-нибудь об этой коллекции также не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки чтобы продвинуть этот канал потому что он еще все-таки молодой и зеленый но я с вами не прощаюсь ребят еще увидимся всем пока